Уважаемые коллеги, я хочу прежде всего внести маленькое уточнение в название моего сообщения. Вот там в скобках, где говорится к методике мегаистории, я бы написал теперь к методике изучения глобализации. Ибо по моему невежеству я думал, что мегаистория это всеобщая история. Оказывается, сюда включается и история Вселенной и так далее. Но это, как говорится, издержки того, что я новый человек в вашей компании. И это, естественно, отчасти мне мешает. Но я не случайен вот в каком плане. После 90-х годов, после того, как мои разыскания в области аграрной истории советского общества оказались не совсем правильными, ибо они во многом находились под воздействием, жестким воздействием идеологических схем. После этого я отошел от изучения аграрной истории СССР 50-х, 70-х годов. И занялся более близкой и более понятной мне, как горожанину, как человеку, родившемуся в 1945 году, к теме «История моего поколения», «История моей возрастной когорты». Одно дело – дети войны, да, то есть дети, те, которые родились в конце 20-х, в 30-е годы и были подростками, детьми. Другое дело – ровесники войны. Это люди только те, которые родились в 1941-1945 годах. На этот счет на сегодняшний день 20-25, я их не считал, статей опубликованы в разных изданиях, но прежде всего в замечательном, к сожалению, прекратившемся в журнале петербургских социологов под названием «Телескоп» – журнал социологических и маркетинговых исследований. Откликов пока на эти статьи, как правило, не было. И я очень благодарен, что именно от одного из участников данной конференции уже отклик пришел, и мы с ним будем об этом дальше говорить. Перехожу к тексту. Будущее возможно лишь благодаря достаточной интеграции материальных основ жизни людей и хотя бы определенной терпимости в отношениях между людьми. Но это немыслимо и невыполнимо. Поэтому общие перспективы человечества неутешительны. Но все же, теоретически, чисто теоретически, если искать сравнение между населением отдельных стран, между людьми отдельных регионов, отдельных цивилизаций и так далее, то, конечно, желательно, чтобы эти сравнения происходили хотя бы маломальски по сопоставимым параметрам. И, в частности, мне кажется, один из удобных таких аспектов сравнений является сравнение одной и той же возрастной когорты поколения маленького людей, родившихся в годы войны. Особенно в тех странах, которые были полем битвы, которые были театром военных действий, которые потеряли миллионы людей и, соответственно, людей не только тех, которые воевали, но и в тылу от бед и лишений. Здесь имеются в виду и демографические потери, то есть те люди, которые не родились из-за войны. Что касается нашего, моего поколения, то по самым ориентировочным подсчетам в годы войны на территории России не появилось несколько миллионов возможных ее ровесников, людей, которые могли бы родиться в 1941-1945 году, а чистые жертвы, строго говоря, жертвы не демографические, а физические, что ли, эта цифра составила 1,6 миллиона человек. Итак, я не могу, к сожалению, здесь останавливаться на параметрах таких, как демографические сравнения, сравнения политических ориентаций, экономической роли данной когорты в разных странах. Это заняло бы у нас целый день и больше. Поэтому я хочу поставить и, может быть, ожидать от вас ответа на вопросы, самые общие, имеющие отношение к методике изучения глобализации на этом узком сравнительно участке, на этом узком материале. Прежде всего, хочу сказать о том, что ровесники войны – это не просто маленькая возрастная когорта, это очень интересный материал в каком смысле. Социализация наша в конце 50-х, 60-е годы случайно совпала с началом становления научных представлений о глобализме, о глобализации. Смотрите, в 70-м году мы впервые, мы, те, кто учились тогда в вузах, мы впервые услышали от наших лекторов мудреное слово «конвергенция». Конечно, с соответствующим комментарием о том, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Согласно величайшему учению марксизма и леонизма. Затем мы услышали о том, что существует римский клуб, о том, что есть какие-то пределы роста и так далее. Но представления наших руководителей были так далеки от научного уровня хотя бы того, который был достигнут уже обществоведами западных стран, но мне вспоминается, например, реакция Никиты Сергеевича на то, что утверждал Хьюберт Хемфри. Никита Сергеевич высмеял его предсказание, этого самого Хемфри, о том, что темпы роста в СССР будут замедляться по мере накопления абсолютных масштабов производства. Хрущев не обосновывал эту свою, так сказать, насмешку. Но, в общем-то, Хемфри оказался прав, особенно в 70-е и еще более в 80-е годы. Отрицательные черты современных процессов мое поколение осознало по-настоящему только с перестройкой, когда на нас обрушился вал в частности негативной информации, в частности о лукавой статистике, о двойном и тройном счете в экономике и так далее, и так далее. Вот тогда мы призадумались о том, куда же, так сказать, идет этот наш развитый зрелый социализм и каковы его перспективы. И, может быть, во многом из-за того, что на нас выкатили, так сказать, эту огромную груду информации, может быть, поэтому мы и замерли в растерянности, когда те или иные силы затеяли развал СССР, ликвидацию социалистического строя. Мы, так сказать, пожали плечами и подумали, а вдруг действительно правы те, те, которые обещают капиталистический рай благодаря рыночной экономике, благодаря демократизации с большой буквы и так далее. Ну, 90-е годы нам показали, что это такое. Перечисляю общие вопросы изучения поколений когорт, которые необходимы не только в изучении ровесника войны, но и, на мой взгляд, при изучении других поколений. Смотрите. Возможно ли, в принципе, научное историко-социологическое сравнение людей разных миров, объединяемых всего только временем рождения? Но, если они родились в одно время, значит, они в одном возрасте встречали мировые, региональные и даже внутри страны кризисы, события, процессы, явления. И какая-то реакция, что-то общее в их реакции могло быть, если эти события имели, как говорят, судьбоносное значение для жизни и смерти всего населения. Конечно, в остальном эти реакции могли быть разными. У людей представители разных классов, слоев, групп, населения, регионов и так далее. Второй вопрос. Сравнивать ли поколение в целом когорту с когортой в целом? Или все-таки идти в социально-профессиональную структуру, то есть, ну, определенных квалифицированных рабочих одной страны и квалифицированных рабочих другой страны по отраслям, крестьян и фермеров, специалистов, малоквалифицированных служащих, деловых людей, представителей власти и управления. Это классовый подход? Нет. Это социально-профессиональный подход. И это следующий этап погружения в историю, в социальную историю поколения. Третий вопрос. О времени наибольшей качественной определенности. Когда сравнивать поколение с поколением когорту с когортой? Когда она только набирает силы в 20-30 лет? Когда она на пике своих возможностей в 40-50? Или когда она затухает, так сказать, постепенно уходит, погружается в небытие? То есть, я думаю, что здесь у каждой профессии есть свои законы. И возрастная инженерная психология, она охарактеризовала, для какой профессии, для какой группы занятий наиболее продуктивными является тот или иной возраст. Поэтому общий вопрос, здесь, я думаю, был бы неправильен. Здесь нужно идти все-таки от подробностей, от существования. Да, и потом, ведь в разных странах есть разные темпы времени и разные представления о правильности поведения в области брачно-семейной. А отсюда и социальные роли в этой области также разные и требуются специального подхода. Наконец, следующий вопрос отчасти риторический. Отчасти риторический, ну вот, в каком плане. Сравнивать ли поколение с поколением или авангард с авангардом? И что считать авангардом? Когда мы говорим шестидесятники, мы же имеем в виду не товарищей Горбачева и Ельцина 1931 года, по году рождения они явные шестидесятники, но кто их так назовет? Шестидесятниками-то мы считаем людей, например, Атакуджавы 1924 года, Ну, Высоцкого, может быть, 1938 года и так далее. Разные вещи, верно? Мы, советские ровесники войны, вступали в КПСС, начиная с армейской службы со второй половины шестидесятых годов и в семидесятые годы. Считали ли мы вступившие себя авангардом советского общества? Были ли мы им в действительности? Может быть, и были отчасти, но, думаю, в очень небольшой части, потому что 90-е годы, потому что перестройка, вторая половина перестройки, вымела миллионы людей из рядов КПСС. Вот, значит, надо идти, как говорил мой научный руководитель, истина всегда конкретна. Да. Теперь, что, ну, может быть, авангардом общества является, не являлась не КПСС, а те группки диссидентов-правозащитников, которые оказались победителями с развалом СССР и ликвидацией социалистического строя, они ли были авангардом нашей возрастной когорты? Сомневаюсь. Сомневаюсь, хотя они хотели лучшего. Или это те же люди, которые построили новую экономику в новой России, я имею в виду партийно-советско-хозяйственную элиту, я имею в виду тех, которые осуществили приватизацию так, как они ее осуществили, и затем волей-неволей, но вынуждены были в своих интересах организовать новый экономический строй в стране. Может быть, они были авангардом общества и до сих пор отчасти им являются. Я уж не знаю, может быть, авангард общества это государственные деятели, которые обеспечили предыдущей группе возможности ее деятельности. Вот, товарищи, вот, извините, вот, уважаемые коллеги, такие вопросы приходится решать, если уж ты занялся историей поколения когорты. Я благодарю вас, но я не имею возможности остановиться на отдельно демографических аспектах, политических, экономических, социальных, культурных. Надеюсь, этот материал войдет в статью, если у нас будет публикация по итогам данной конференции. Благодарю вас. Я слушаю ваши вопросы. Да, благодарю, Чеслав Иерастович. Коллеги, пожалуйста, какие вопросы по этому докладу? Ну, я просто небольшой комментарий дам. ситуация в историографии российской такова, что, конечно, чрезвычайно важными, актуальными становятся все работы и исследовательские проекты, которые выполняются по советскому периоду. Ощущается их фундаментальная нехватка таких исследований и людей, которые проводят исследования по советскому обществу. Не случайно наши ведущие исторические журналы, специальные рубрики выделили, чтобы поддерживать тех людей, которые проводят исследования по этому периоду. И конкретно Чеслав Иерастович, возможно, вы знаете, да, есть такая блестящая совершенно работа значит, американского словиста Дональда Рейли по поколениям. Она очень интересная с точки зрения подходов, методологии. Значит, эту монографию Дональд Рейли издал в Москве на русском языке. Сначала он издал ее на английском в университете Северной Каролины, а потом в Москве в издательстве новое литературное обозрение. Называется эта книга «Советские бейби-бумеры». Это о послевоенном поколении. Значит, там он сравнивает выпускников жизни с представлением выпускников спецшкол, английских школ Саратова и Москвы. Да, да, да. И поскольку вы этой темой занимаетесь, мне кажется, что подходы Дональда, особенно методологические нюансы, они очень интересны. Значит, видится эта работа одной из лучших, которая вышла на русском языке по поколениям, хотя у нас только начались эти исследования. Социологов есть поколенческие сравнительные исследования, у историков, к сожалению, мало. Поэтому сюжет очень интересный и важный для анализа. Маленькую ремарку позволите? Да, конечно. Тема началась для меня изучением с докторантуры 1999-2001 года. Монография тогда не смогла быть опубликована по недостатку средств в Санкт-Петербургском университете. Ну, а потом я вынужден был уйти на стройку и до сих пор работаю рабочим. Поэтому о печатании монографии, готовой в 36 листов, к сожалению, речи быть пока не может. Нет денег ни у меня, ни у моих, так говорится, сторонников. Единственное, что удалось дважды выйти во всесоюзный, во всероссийский масштаб, это социологический журнал, опубликовал две мои статьи в 13-м и 18-м годах. Вот пока обстоит дело так, но я очень благодарен вам за поддержку актуальности темы и следующую статью направлю в центральный журнал новая и новейшая история, если он берет отечественный материал по Советскому Союзу. Я вот что вам скажу по этому поводу. Напишите, пожалуйста, по вашим материалам статью и напишите его журнал, который называется «Россия и современный мир». Там у нас есть рубрика «Раздел феноменологии советского общества». Это очень известный академический журнал, его учредитель и не он ран. Вы на сайте этого журнала найдете все требования по оформлению. Большое спасибо. И прислите на сайт журнала свою статью. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok